Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет Совместно с университетом юстиции В котором, кстати, каждый год проходят научные выступления и выступления с докладами А само мероприятие состоит из нескольких частей И начнется вот-вот с большого научно-популярного праздника Кстати, хотелось бы отметить, что только вчера В главном здании Казанского федерального университета Развернулась площадка проекта «Про наука» КФУ Девятая серия, названная «Ночь в Императорском», была посвящена сразу двум личностям Российской империи. Великому писателю Толстову и Гавриилу Державину, который является государственным деятелем и не только. И вот-вот состоится торжественная пленарная часть «Державинские чтения», на которые все желающие могут принять участие уже сегодня. Традиционно для мероприятий такого высокого уровня участники собрались в Императорском зале Казанского федерального университета В качестве темы, объединяющей все круглые столы, выбор на определение реакции на вызовы цифровой экономики. Все больше жизненно важных проблем обслуженность становится автономными, и степень ответственности по ее обслуживанию, прямо скажем, размыта. Это и предстоит обсудить всем экспертам на державинских чтениях. Необходимы новые решения в законодательстве, первые обсуждения которых и должны проходить на круглых столах и на площадках данного мероприятия. Итак, Державин. Давайте вспомним. Гаврил Державин был уникальным человеком, который сочетал в себе качество литератора, стоящего в одном ряду с величайшими поэтами и писателями в истории. Он был видным государственным деятелем, талантливым политиком и просто наиталантливейшим юристом. Здесь, на Казанской земле, слились все его таланты и ипостасии, и поэтому в форуме тесно сплелись все эти направления. Именно поэтому форум интересен научному сообществу, представителям органов государственной власти, органов муниципальной власти. Гости приезжают не только из многих регионов России, но и из-за рубежа. А каждое державинское чтение действительно значимое событие для республики и для России в целом. Международный статус приобретается еще и благодаря филологам. Изначально державинские чтения были здесь, в Казанском федеральном университете. И имели они обычный вид конференции. Юристы и широкое обсуждение проблемы вопросов в области политической и государственной деятельности были присоединены немного позже. Благодаря инициативе Министерства юстиции Российской Федерации. Итак, державинские чтения и нам самим помогают шире понять гения Гавриила Романовича Державина как неординарной личности. Поэта, гражданина, политического деятеля. В прошлом году по запискам Державина к императрице в свое время прокомментированным Яковом Гротом был издан трехтомник. Это не просто литература, а реальное понимание Державином ситуации в Российской империи на тот момент. Описание вопросов и проблем и предложение конкретных решений также будет обсуждено на данном мероприятии. А сейчас, дорогие зрители, я предлагаю вам прямо сейчас окунуться в атмосферу державинских чтений и посмотреть лично, что творится в Императорском зале в Казанском федеральном университете. Продолжение следует... 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 Благодаренко Сергея Александровича. Благодаренко Сергея Александровича. На прошлых державинских чтениях мы с Ильшатой Равкатовичем Гафуром, ректором Казанского федерального университета, приняли такое соглашение, что наши державинские чтения, поскольку они проходят здесь, в Казани, на базе Казанского федерального университета, будем модерировать и вести по очереди. В этом году у нас очередь наступила Ильшата Равкатовича, поэтому я с большим удовольствием передаю ему слово и вразды правления Ильшата Равкатовича. Пожалуйста. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Уважаемый Фарид Харлович, дорогие коллеги, гости нашей встречи. Как вы знаете, этот год юбилейный. 3 июля Гаврилу Романовичу Державину исполнилось 275 лет с дня рождения. Но вот образ его, масштаб личности, роль многогранного творчества с годами приобретает все большее и большее значение. Отрадно, что в истории и культуре нашей страны Державин и Казань, Державин и Казанский университет всегда неразделимы. В преддверии нашей конференции в Казанском университете открылась выставка «Ода Державина Бог» в каллиграфическом воплощении, посвященное одному из самых известных произведений Гаврила Романовича, написанного им в 1784 году. Художественное воплощение «Оды» было выполнено педагогами и учениками Санкт-Петербургского центра искусства и каллиграфии на разных языках и с использованием разного вида письма. Написание потребовало от исполнителей особого отношения и состояния соответствующего высоте слога поэта, поскольку «Ода Бог» по своему духу созвучно с глубокой молитвой отшельника. Для того, чтобы в некоторой степени мы с вами, уважаемые коллеги, мысленно и душевно погрузились в это состояние, я с удовольствием хочу пригласить для исполнения музыкальных произведений молитвы Эвы Марии, ведущей саристку государственного камерного хора нашей республики Ксению Романовну. Пожалуйста, Ксения. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вот по количеству переводов на разные языки мира, ода, бог стоит на втором месте после Библии и является величайшим произведением русской поэзии 18 века. Единственным же человеком, которому удалось перевести Оду на татарский язык, передав глубинную мысль автора, стал народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая Ренат Харис. Сегодня он вместе с нами в этом зале. Я хотел бы попросить нашего замечательного поэта, друга, значит, прочитать, выступить, во-первых, и, если есть такая возможность, прочитать отрывок из Оды. Прошу вас, Ренат Афан. Аплодисменты Мы еще раз, 14-й раз, собрались на Державинские чтения. Я бы хотел сказать о том, что Оды Бог – это действительно величайшие произведения не только самого Державина, это величайшие произведения мировой литературы. Этот человек, этот поэт, этот государственный деятель, этот мыслитель сумел передать словами то, что не удавалось почти что никому и до него, и после него. Он нарисовал словесный портрет того существа, того великого, той великой силы, который создал по его понятиям мироздание и все сущее на земле. Я знаю Данте, мы знаем все Гёте, мы знаем потерянный рай Мильтона, мы знаем, что Бога при помощи слов пытались создавать современники Державина. Однако это удалось нашему земляку, великому Гаврилу Романовичу Державину. И, как вот Ильшат Равкатович уже говорил, действительно, над Одой Бог надо трудиться. И я думаю, все великие народы мира достойны перевести и обязаны даже перевести на свой язык – это величайшие творения человечества. До того, как перевести несколько строк, стров из этой Оды, я бы хотел сказать. Перевод очень-очень сложный, потому что тема очень сложная. Вот недавно в литературной газете вышла моя статья, которая называется «Великое поэтическое изъяснение великих таинств». Для краткости я отрывочек прочитаю. Скажем, как перевести название Оды? «Все энциклопедии пишут, что Аллах идентичен Богу иудеев и христиан. Однако между понятиями «Аллах» и «Бог» существует большая разница. Богов в мировом пантеоне религий множество. Христианский Бог триедин в лицах. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Святой Дух. У Бога есть глаза, руки, ноги. Бог ест, промышляет, существует, царствует. Бог – Отец рождает. У Бога – человеческое лицо. А Аллах совсем не такой. В 112-й суре Корана очищение говорится. Он – Аллах един, Аллах вечный. Не родил и не был рожден, и не был ему равным ни один. У Аллаха нет образа. Я перебирал понятия, думал о Тангре, Тагале, Ходай, Раббе, Илах. Выяснилось, что Тангре – Бог только небо. Тагаля – всего-то один из эпитетов Аллаха, означающий Всевышний. А Ходай – слово персидское и близкое Раббе. А Раббе означает хозяин, владелец, Господь. А Илах – это доисламское имя Верховного Божества Аравийского Пантеона. Многократно возвращаясь к коде «Бог», я все больше удостоверялся в том, что эти понятия и названия не совсем раскрывают значение слова «Бог». И однажды наткнулся на комментарии самого Державина. Оказывается, что в стихе, цитирую, «Без лиц в трех лицах Божества» автор, кроме богословского, православной нашей веры понятия, разумел тут три лица метафизические, то есть бесконечные пространства, бесконечные движения в жизни вещества и неокончаемые течения времени, которые Бог в Себе совмещает. Мне стало ясно, что именно понятие «Аллах» является самым подходящим названием татарского перевода «Оды Бог». Ясин, ирек-иркінлікті, икшіз-чексіз, маддадаги харакатті жанлы тірі, вақыт ағышында мәңгі бақи болған іш-ширайлы ішісі де іссіз тәңірі, хәр көйдабар, хәм бірден бір рух сағадет, сені керек тугіл ұрын, хешбір сәбеп, осылыңа сенің бір кім түшін алмас, бар нәр сәні үзің білен тұтырғансың, орағансың, негіздегенсың, құрғансың, хәм ісімен тілі бізден түшми. Аллах, вақыттан да үлгәрі бұлған қауасыны, мәңгілікнің түпкілінден сен шақырттың, барыннан да алдан туған мәңгілікні, сен үзіңден егізіләдің, хәм бар иттің, үзің білен сен үзіңні түзіп құрдың, үз нұрыңдан үзің нұрдай балқып тұрдың, егтілік қашышмә бұлып, үнің әліктің түксіз білен бар нәрсәне үралдың, хәр яңада, сен үзіңні үзіңні ізіңдің қалдың, сен баридың, сен барвығығың, сен мәңгіліктің. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Рината Фанды. Вот вы знаете, данная выставка проработает на территории музея имени Николая Ивановича Лобачевского еще до 15 октября, поэтому всех желающих мы ждем посмотреть выставку и, может быть, поделиться своими впечатлениями, где до этого есть специальная книга отзывов. А сейчас я хочу сказать еще об одном. Вот в преддверии нашей сегодняшней встречи в дополнении к трем томам творческого наследия Державина, изданных в прошлогодней конференции канун нынешнего форума, появились на свет еще три завершающих по сути тома. Это вторая часть очерков по праву драматургии Державина и сборник его биографических заметок, мемуаров. Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в этом благородном деле, и особенно руководство нашей республики за поддержку этого проекта. И присоединяюсь к словам благодарности, которые Ольга Ивановна на самом начале сказала, и хочу с удовольствием предоставить слово председателю Государственного Совета нашей республики Фариду Хариловичу Мухаммедшину. Пожалуйста, Фарид Хариловичу. Пожалуйста, Фарид Хариловичу Мухаммедшину. Придавало исключительно важное значение темам, повесткам дня этой конференции. И хочу передать вам искренний привет от президента республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханова, от органов государственной власти и широкой общественности, которая всегда с уважением относилась к этой конференции, к ее участникам и к той памяти, которую мы высказываем нашему выдающемуся земляку. Державинские чтения начинались как студенческая конференция. Многие помнят, а сегодня это крупный научный форум, на который съезжаются видные ученые и представители органов государственной власти не только из России, но и из многих стран мира. И я особо хотел бы свою признательность высказать Ольге Ивановне вам, Ильчата Равкачу вам и ученым нашего Казанского университета за подготовку и проведение этого форума теперь уже вот какой раз не в Москве, а в Казани, на родине государственного деятеля Державина, поэта Державина и выдающегося нашего земляка. С 2015 года проведение стало этого авторитетного представительного форума в Казани, напоминаю, совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции и уверен, эта добрая традиция будет навсегда. Мы убеждаемся с вами, что это было правильное решение, закономерно, и в этот день много мероприятий, в эти дни много мероприятий, связанных с этой конференцией, с именем этого человека, проходит на его родине. Казань, город, который сам Гавриил Романович Державин, выдающийся русский поэт и государственный деятель, считал своей малой родиной. В нашей республике имя поэта окружено особым почетом. Ежегодно 14 июля, в день рождения Гавриила Романовича в Казани и Лаишева, в его честь проводятся праздники поэзии. Вручается литературная державинская премия, получившая в 2010 году всероссийский статус. В честь великого земляка в Татарстане регулярно проводятся фестивали, конференции, конкурсы. Безусловно, Казань занимает особое место в истории отечественного правоведения, благодаря Казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета еще 200 лет назад. И сегодня, в начале 21 века, славные традиции правоведов успешно развиваются Казанским Привозским федеральным университетом. С полным основанием, духовным отцом школы, можно считать Гавриила Романовича Державина. Дорогие друзья, тема форума «Информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России» как никогда востребована. Цифровая экономика, искусственный интеллект постепенно входят в нашу повседневную жизнь, требуют адекватного законодательного регулирования. Мы, руководители субъектов Российской Федерации, после этих конференций ждем, конечно, много новаций, много осмыслений и законодательного оформления этих аспектов вот этой самой цифровой экономики, которая в стране успешно начинает реализовываться. 5 апреля текущего года в городе Томске я принял участие в совместном заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации по образованию, науке и комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов Российской Федерации. Обсуждались наиболее актуальные вопросы в данном направлении. Я поделился накопленным опытом республики в этой части. В настоящее время мы являемся лидерами в России по доле оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде 79,7%. Средний показатель по стране 51,3%. Это весьма высокий индекс с готовностью к развитию и применению цифровой экономики. Показательно, что среди пионеров цифровизации экономики органы государственной власти республики. С 2005 года действует единая межведомственная система электронного документа оборота. Она позволяет государственным служащим любого уровня рационально использовать свое время и ресурсы ускоряет процесс согласования и принятия решений. Все руководители республиканских органов власти могут работать в мобильных офисах. Это дает им возможность в любое время и в любых условиях получить доступ к служебным документам, оставлять голосовые и письменные поручения, согласовывать документы с помощью электронной цифровой подписи. В 2009 году был подписан указ президента республики Татарстан о полном переходе к электронному документу обороту. К настоящему времени к системе подключены все министерства, ведомства, муниципалитеты, около тысячи государственных и муниципальных учреждений, а также ряд коммерческих организаций республики. Система насчитывает порядка 11 тысяч пользователей. В едином хранилище находится более 2,2 миллиона документов объемом 3,2 терабайта. Ежедневно в системе регистрируется около 3 тысяч новых документов и 5 тысяч резолюций. Друзья, помимо цифровой экономики в республике Татарстан реализуются крупнейшие инвестиционные, социально-экономические и инфраструктурные проекты. Мы принимаем мировые первенства и форумы. Только в этом году у нас прошли чемпионат мира по футболу, с 4 по 10 сентября форум ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. В начале сентября этого месяца состоялось 14-й Казанский фестиваль мусульманского кино и многие другие мероприятия. Я это перечисляю для гостей, которые понимают, что в Татарстане уже создана инфраструктура возможности для проведения столь крупных, масштабных мероприятий с участием представителей многих государств Европы и мира. В 2019 году в Казани пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Мы выиграли данное право со второй попытки, правда, опередив французский Париж и бельгийский Шарли Руа. Уважаемые коллеги, хочу сказать, программа форума весьма насыщена. Ольга Ивановна Ильшат Равкадж, новизна появляется, новые формы работы появляются на этом форуме, который привлекает интерес многих ученых, правоведов. И мы, управленцы в субъектах, конечно, ждем хороших предложений, осмысленных предложений правового оформления этой большой перспективной задачи для страны. Участникам конференции предстоит заслушать интересные выступления, обсудить важные вопросы. Тем более, что проблем для обсуждений накопилось немало, требующих принятия как федеральных законов, так и нормативных актов, начиная с понятийного аппарата цифровой экономики, которое для многих из нас является делом новым. Убежден, что результаты вашей работы в самом ближайшем будущем воплотятся не только в новые научные труды, но и помогут в решении практических задач отечественного права и юриспруденции. Желаю всем плодотворной работы, новых друзей, желаю посмотреть Казань, благоволит природа, осень хорошая, наверное, раннее бабье лето наступило в честь вашего приезда в нашу республику. Я думаю, в целом будут созданы все условия для того, чтобы вы и поработали успешно, и отдохнули, и познакомились с культурой, традициями, обычаями нашего народа, живущего в Татарстане. Больших вам всем успехов! Зур Рахмет! Спасибо большое, Фарид Харулович, что всегда являетесь участником наших чтений, и спасибо вам за всемирную поддержку. Конечно, многие могут спросить, почему такая сложная тема, как цифровая экономика, рассматривается именно на нашей конференции. Должен сказать, что в Гаврии Романовичу всегда ярко сочетались такие качества, как мобильность, инициативность, многосторонний творческий потенциал. Он с равным успехом проявлял себя в различных дисциплинах, остро чувствовал необходимость диалога разных языков и культур, на равных с мировой цивилизацией, с ближайшим европейским окружением. Важно подчеркнуть, что подобный подход в точности соответствует современному этапу развития человечества, когда узко ориентированные направления и дисциплины уступают место междисциплинарным наукам и цифровым технологиям, как наиболее тонким и точным инструментам познания. Все, что делается в нашей республике, парень Харвилович буквально тезисно прошел в своем выступлении, а я лишь хочу сказать, что современные цифровые технологии сегодня повсеместно проникают и в гуманитарную сферу, меняя на наших глазах науки о человеке, обществе и культуре. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил, как вы знаете, приоритеты программы цифровой экономики как повышение эффективности экономики государственного управления и социальной сферы. В этой связи, разумеется, актуальна является тема нашей нынешней конференции. Информационные технологии, праве и правовые условия развития цифровой экономики. Это в полной мере отвечает установкам, сделанным президентом нашей страны. В настоящее время практически нет такого вида юридической деятельности, где бы в той или иной мере не использовались информационные технологии для сбора, хранения и переработки правовой информации. Однако использование на практике многих возможностей, которые открывают нам цифровые технологии, требует, как Фарид Харулович уже отмечал, всестороннего обсуждения и пока остается за рамками правового регулирования. Например, может ли искусственный интеллект вынести правильное решение, не основываясь на мыслительном процессе оценки доказательств и собственной интуиции? И будет ли машина нести ответственность, схожую с ответственностью человека? Можно ли брать за основу диагноз, установленный сегодня компьютером, хотя такие программы компания IBM уже реализует, называется эта программа «Доктор Ватсон». Убежден, что вот предстоящая дискуссия на круглых столах с учетом того, что здесь присутствуют люди совершенно разных специальностей, и Ольга Ивановна некоторых наших экспертов, гостей в своем приветственном слове уже озвучила, я думаю, обсуждение будет достаточно интересным и, возможно, будет способствовать принятию тех или иных нормативных, регулирующих данный процесс вопросов. Самый свежий пример, мы вот создаем с крупными компаниями беспилотные наземные транспортные средства, ну вот сделали автомобиль, а дальше что и как его эксплуатировать сегодня не знаем, поскольку нет регуляторов. Я вот сейчас на этом хочу прервать свое выступление и пригласить на эту сцену для приветственного слова, адресованного участникам нашей конференции, руководителя, от руководителя Министерства юстиции Российской Федерации, начальника нашего управления, Министерства юстиции по Республике Татарстан, Виктора Николаевича Демидова, кто одновременно нашего преподавателя. Пожалуйста, Виктор Николаевич. Уважаемый Фарид Харулович, уважаемый Ольга Ивановна, уважаемый Ильшат Равхатович, уважаемые участники конференции, дорогие гости Татарстана, дорогие гости, тысячелетние красавицы Казани. Для меня большая честь выполнить поручение Министра юстиции Российской Федерации Александра Владимировича Коновалова приветствовать вас, участников сегодняшнего международного форума. Для Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов имя Гавриила Романовича Державина весьма значимо и важно. Не только потому, что он был первым руководителем нашего ведомства, первым министром юстиции Российской империи и которому установлено в здании Министерства юстиции Российской Федерации на улице Житной, 14, памятная композиция. Для нас, действующих сотрудников Министерства юстиции России и его территориальных органов очень важна роль и значение отношения, именно отношение Гавриила Романовича к своей деятельности, к служению государству и людям. Это высочайший эталон и образец, так как нужно относиться к своим государственным обязанностям. Это ярчайший пример поистину выдающегося государственного деятеля, для которого государственные интересы, государства, интересы Отечества были на первом месте. Интересы государства и интересы, забота о людях. Это ярчайший пример человека, глубоко порядочного человека, который не воспринимал даже малейшее отступление от морали, от норм, морали, нравственности, нарушения справедливости, органически не терпел всяческие проявления мздаимства и активно на протяжении всей своей жизни боролся с этими негативными проявлениями. Это яркий пример патриота своего Отечества, который верой и правдой служил до последних дней своей жизни своему любимому Отечеству. Ну и очень важно, что Гавриил Романович Державин был многогранной личностью, был выдающимся поэтом, который явил нам, миру, гения русской поэзии, выдающегося деятеля российской и мировой культуры, гениального Александра Сергеевича Пушкина. Министерство юстиции Российской Федерации благодарит президента Республики Тарстан, глубоко уважаемого Рустама Нургалеевича Миниханова, за определяющий вклад в организацию и проведение настоящей и предшествующих конференций. Также слова искренней благодарности и признательности ректорам Всероссийского государственного университета юстиции Ольги Ивановне Александровой и ректору Федерального государственного университета Ильшату Равкатовичу Кафурову. Уважаемые участники конференции, дорогие гости Татарстана, примите пожелания успешной и творческой работы. Всего вам самого доброго. Большое спасибо, Виктор Николаевич, уважаемые участники и гости конференции. Сегодня в этом зале вместе с нами находится легендарный человек, детский врач, президент Союза медицинского сообщества, национальная медицинская палата, детский доктор мира, человек, не побоявшийся стать на защиту детей перед лицом смертельной угрозы во время терактов на Дубровке и Беслане, за что ему многие люди попросту обязаны своими жизнями. Сегодня Леонид Михайлович находится здесь. Я бы с удовольствием пригласил его на эту сцену для выступления. Пожалуйста, Леонид Михайлович Рошак. Дорогие друзья, руководители конференции, все присутствующие, я не представлял когда-нибудь, что буду стоять на этой трибуне в этом великом историческом университете. Это великая честь. Эти стены видели и слышали очень многих. Это история. И не только Татарстан, это история страны. Можно восхищаться этой историей. Я выражаю благодарность тем, кто организовывал эти державенские чтения, которые стали традиционными. Это и университету Казанскому, и российскому университету юстиции, которые очень много и полезно работают. У нас здравоохранение, вероятно, только начинается. И не только электронные документы оборот, а переворот мышления в отношении всего того, что он несет нам, и как мы практически можем это все использовать в своей работе. Вообще, не обижая никого, я думаю, что, может быть, нам сегодня не хватает державина для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях, юриспруденции, которая окутала нашу жизнь, и которая в долгу перед медиками, мы фактически только сейчас с помощью нашего университета начали подходить к серьезным основам законодательных вопросов уголовного права, вопросов здравоохранения. Мы начали работать вместе, потому что тот фон негатива на медицинских работников, прямо говорю, инспирированный увеличением числа жалоб в два-три раза. И понимаю позицию Следственного комитета России, которая, получая эти жалобы, должна реагировать но, когда мы посмотрели на истоки этих жалоб, во-первых, их оказалось по отношению к тем, кого мы лечим, менее сотой доли процента, но кричат они очень громко. И немалых ролей в этом играет не только квалификация врачебного сообщества. В этом вопросе оказывается замешанный бизнес, потому что некоторые юридические фирмы сегодня или отдельные юристы как пиявки используют недобольство родственников или вызывая недобольство родственников для того, чтобы обогатить себя. Посмотрите, что делается. Громкое дело врача Миссюриной, который присудили два года. Вы думаете, родственники хотят, чтобы врач сидел в тюрьме? Нет. И по нашим исследованиям, 80% тех, кто доводит дело до суда, не хочет, чтобы врач сидел в суде. Но у Миссюриной таким фоном шло 15 миллионов. 15 миллионов для оплаты тем, кто помогал это дело все организовывать. У нас очень много проблем, которые мы должны решать. Мы сейчас совместно с помощью Университета юстиции работаем над статьями Уголовного кодекса, которые по сегодняшнему написанию может привести к тому, чтобы стране не останется врачей. Всех пересажают. Так он написан. И мы должны, понимая, повышая квалификацию врачей, должны их оградить от этой злобы и черни. Мы считаем, что врач, если какая-то ошибка произошла неумышленно, он не должен сидеть в тюрьме. Он не должен сидеть в тюрьме. Тюрьма не делает его более квалифицированным. Есть другие способы. Если мы сравним то, что происходит у нас в России с западом, колоссальная дистанция. Там нет такого. Там система отстроена. И чтобы врача посадить в тюрьму, такого фактически не бывает и во Франции, и в Америке, и в других странах. У нас разгул. И мы нам необходимо с помощью цифровой экономики, не цифровой экономики, которая сама по себе нам задает очень много вопросов. Дистанционное, например, консультирование. Сегодня закон написан так, что я не имею права по телефону консультировать конкретного больного. Я его должен увидеть. А как я это могу сделать? Какой первичный может быть осмотр? И я не стяжусь, если говорю, что я нарушаю это. И таким образом спасаю жизни, давая конкретные рекомендации, за которые готов отвечать, как и многие другие. В общем, мы в здравоохранении только начинаем с моей точки зрения серьезную работу. И я очень надеюсь, что эта конференция пройдет плодотворно, не для галочки, а даст конкретные нам решения. Еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих и руководство за предоставленное мне слово выступить в этом зале, который видел и слышал очень многое. Спасибо и здоровья всем. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Михайлович. Вот наше выступление еще раз подтвердило важность и актуальность той темы, которая будет обсуждаться на одном из круглых столов нашей конференции. А теперь я хочу передать слово нашему доброму другу и одновременно отважному человеку, проявившему мужество и бесстрашие в те самые трагические сентябрьские дни 2004 года в Беслане, а ныне проводящему активную деятельность по укреплению мира и добра нашей многонациональной республики, стране, митрополиту казанскому и татарстанскому владыке Феофану. Прошу вас, владыка. Многоуважаемый Фарид Хайрулович, достатчтимая Ольга Ивановна, многоуважаемый коллега ректор, потому что университет и Казанская Духовная Академия, они всегда были сработниками. И очень часто профессора взаимно преподавали и в университете, и в Академии. И сейчас у нас самые добрые взаимоотношения. Конечно, мне надо было начать с оды Бог, но я не могу состязаться с такими известными поэтами, знатоками, которые здесь уже выступал. Я хотел бы поделиться тоже некоторыми мыслями своими и хотел бы прочитать одну из от успокоения успокоенные неверия. И вот интересно, что сначала вроде бы довольно мрачная картина рисуется. Когда-то правда человек, что цель печали есть весь твой век, а что же нам веком долгим льститься на то, что плакать и крушиться, и мере жизнь свою тоской не знать отрады никакой, качать день зол других, страшиться радостей своих, но счастья блеск не полагаться и каждый миг такого бояться. Вот грусть, вот скорбь, вот смерть придет, начало все, конец сечет. Перед нами печальная картина и страдавшийся и запуганный человек, чья душа заражена смертельной тоской и грустью. Он не видит, в чем отрада и утешения, даже боится их искать, а все робкие поиски заканчиваются очередной порцией опасностей и скорби. Данные слова были выбраны не случайно, ведь они выглядят в некоторой степени печальным пророчеством на наши дни. Информационные технологии, которым будет преимущественно посвящена данная конференция, нередко становится причиной такого состояния человеческой души. На нас, особенно на молодое поколение, выливается огромный и неконтролируемый поток информации. С одной стороны, современный уровень информационно-коммуникационных технологий помогает человеку избавиться от ненужной рутины, получать полезные знания, иметь доступ к тем ресурсам, о которых прошлое поколение могли только мечтать. Но, с другой стороны, это и большая опасность сразу по нескольким причинам. Во-первых, большинство информации, особенно новостной, имеет негативный характер. Порой действительно может показаться, что цепь печали весь твой век. Так легко можно разлучиться, радоваться простым вещам, которые находятся вокруг нас. Во-вторых, желание быть в курсе всего и разбираться во всем приводит человека к смятению и банальному упадку сил. Их уже не хватает на реальную жизнь и решение тех задач, которые касаются именно его. С грустью такие минуты мы можем сказать, имели жизнь свою тоской, не знать отрады никакой. В-третьих, информационные технологии сегодня стали настоящим оружием. Порой без особых усилий специальной подготовки ими можно духовно убить человека, а порой даже и телесно. Нередко сегодня применяется масса травля, публикация ложных или неправильно интерпретированных фактов и жизни человека, о чем только сейчас говорил любимый мой Рошаль, мы с тобой были в те печали и дни вместе и многие годы идем. Вы об этом тоже говорили и я об этом говорю сейчас и можно опять сказать словами Державина каждый миг того бояться вот грусть вот скорбь вот смерть придет можно ли это избежать можно и путь к этому опять указывает Державин последуя сему примеру придите обнимите веру она одна спокоит вас утешит в самый смертный час религиозный опыт опыт веры есть самый древний и самый проверенный способ преодоления кризиса любого рода положив в основу нравственные идеалы традиционных религий мы непременно сможем построить такую систему право регулирования и такое условие развития цифровой экономики России что информационные технологии непременно будут давать только пользу нашей стране и нашему обществу дорогие гости и участники конференции многие из вас посвятили свою жизнь юриспруденции некоторые несут непростое время властителей и судей которым в одноименной оде также обращается Гавриил Ирманович ваш долг сохранять законы на лица сильных невзирать без помощи без обороны сирот и вдов не оставлять ваш долг спасать от бед невинных несчастливым подать покров от сильных защищать бессильных и стернуть бедных из оков достойно пройти это высокое служение невозможно без божественной помощи без веры сам будущим многолетним государственным служащим держаен это прекрасно понимал и пытался донести это до своих потомков о нашем всевышнем создателе он писал ты мысли дерзкие пленишь сердцам не злобья даришь терпением душу укрепляешь на подвиг душу немощь ободряешь ты кротким свет и красота ты гордым мрак и суета будем же следовать советам нашего великого земляка великого сына россия великого поэта великого нравственного премьера поздравляю всех с началом конференции и тех кто принял такое живое участие и руководство республики Олега Ивановна вам вы так болеете за эту конференцию Лифат Рашкал вам также вы замечательный организатор и продолжатель дела державина храни вас бог всех спасибо спасибо владыка большое за теплые слова и за наставление сейчас я с удовольствием хотел бы пригласить на нашу сцену первого заместителя муфти республики Татарстан Рустама Хазрат Вариулина пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Татарстан Камиль Хазрата Самигуллина хочу вас поприветствовать приветствием которое нам завещал пророк Мухаммед Ассаляму Алейкум Варахматуллах и Таалава Баракату мир вам благословения Аллаха и приветствия всем и благодати всем Гавриил Романович Державин действительно как мы все тут упомянули был великим деятелем великим сыном своего отечества особенно это приятно то что он является нашим буквально земляком и его труд его жизненный путь нам помогает понять многое и в будущем особенно молодежи есть в нем истинный пример в жизни этого человека есть истинный пример того как человек смог прожить жизнь очень плодотворно очень плодотворно смог прожить жизнь и многие сегодня особенно надо искренне это сказать это распространено среди молодежи что нет места для труда нет места для того чтобы человек мог служить своей родине работать для своей родины и приносить благо пользу своему обществу это стереотипы созданные последние 20-30 лет буквально а Гавриил Романович мог бы для нас стать примером в таких вопросах как допустим он полностью показывал своим жизненным путем что власть человека не портит а оголяет его сущность вот его жизненный путь нам показывает что власть человека сущность только оголяет то есть если человек по своей изнутри является носителем добра и носителем желания благополучия всем тем кто вокруг когда под его руку попадает власть он раскрывается он становится больше носителем добра он начинает иметь возможность больше приносить пользу надо сказать и в военной сфере и в государственной службе при императоре и в государственной службе когда он несколько губерний поднимал буквально не будет преувеличением собственными руками это показывает нам что у него не было места для того чтобы поддаться лени поддаться всяким искушениям да они всегда нас окружают лень искушение все пороки человеческие и нечеловеческие они нас окружают но он же смог мы же не только его имя фамилию отчество должны знать он смог много сделать добра для нашей родины для нашей отчизны если быть глубоко посмотреть наша сегодняшняя реальность ему многим должна если не всем то многим точно должна именно как именно как носитель таких фундаментальных духовно-моральных и нравственных ценностей он потом что уже второе да человек у нас сегодня очень много стереотипов нас окружают среди них многие военные деятели потом государственные служащие им кажется если они выйдут именно на спокойную часть своей жизни то есть они освободятся от своей деятельности на гражданскую свою жизнь им кажется что у них приходит полнейший кризис в их жизни что за государственной деятельностью за военной службой ничего нет вот Державин является в этом плане истинным примером ведь он начал поэзией заниматься не с раннего детства до пенсии за 3 или 4 года начал человек заниматься поэзией и прозой и достиг огромных вершин уже когда вышел если сегодняшним языком говоря на пенсию будучи уже при достойном отдыхе он не растворился в пороках в недостатках а служил своей отчизне поэзией прозой которая сейчас через 300 лет нас собрала в этом зале его труды которые он написал в взрослом возрасте и он смог сохранить моральные ценности которые ему родители духовенства учителя воспитатели вложили в младенчестве смог перенести через всю свою жизнь потрудиться во славу родины нашей во славу отчизны нашей и в преклонном возрасте передать эти ценности следующим поколениям то есть нам тем людям которые будут жить после него через 100 200 300 тысяч лет после него и третьим примером который нам стоит обратить внимание он является для нас ближним примером по времени там наш праотец Адам Моисей Иисус Мухаммед они жили по представлениям современников давно этот человек жил близко по отношению по сравнению с мной упомянутыми личностями но он был абсолютным примером саморазвития то есть человек не останавливался в этом пути вот сегодня тоже среди молодежи особенно есть такое мнение что вот определенного достигну и остановлюсь и останавливается вот как нам учителя говорили где ты остановился там и начинается регресс там где ты остановился в духовном нравственном пути в познаниях в этике в любой сфере там где человек остановился там начинается регресс вот это заставляет допустим человека который вот это запоминает что нельзя останавливаться заставлять его совершать подвиги мирные благие душеспасительные подвиги живя на земле и благослови вас господь всех аминь спасибо за внимание уважаемые коллеги сейчас разрешите предоставить слово председателю научно-исследовательского центра российского права профессору хуан да о все прошу вас господин профессор госпожа уважаемые участники конференции я кидаяна приехала из далекого Пекина прежде всего разрешите мне выразить искреннюю благодарность республики Татарстан казанскому университету организатором конференции за то что вы дали мне возможности вернуться в казахском в казахский университет на землю Татарии которую считаю своей второй родиной 30 лет назад тоже в одно солнечное сентябрьское утро я первый раз приехала в казань на стажировку значит я помню хорошо в ту зиму было очень холодно температура понизила 148 градусов мороза но мне было несколько не холодно потому что весь университетский коллектив все казанцы меня согревали окружали меня вниманием теплодой вот благодаря помощи ректора Александра Ивановича Коновалова тогдашнего и моего учителя Давида Исааковича Фирдмана значит я посещала лекции профессоров юрфага пользовалась университетской библиотекой и материалов почти всех кафедр юрфага я здесь училась читала жадно обогащала свою память всем знанием юридических богатств помню хорошо как интересны были лекции Давида Исааковича Фирдмана какие были интересны чайбития на кафедре нашей через каждую неделю я сделала науч то есть несколько сделала научные сообщения мы обсуждали диссердации аспирантов то есть и итоги научных командировок преподавателей вау казанский университет хотя я в этом славном университете прожила только несколько месяцев но она перестраивала меня вот с тех пор как говорил великий русский поэт и первый в истории России министр юстиции державе сказал казани и том и том мне сладок и прядет помню как на торжественном собрании посвящен двух тысяч двухсотлетие казанского университета русские поэт Евтушенко читал такие строчки казан казан татарская столица предположить ты даже не могла как накрепко россия настоится под крышкой управляющего котла и казань даже не предположить как я закалялась становилась сильнее и умнее благодаря стажировке в казанском университете я завершила превращение из филолога в правоведа и с тех пор то есть я начала работать под двум линиям я всегда перевыполняла нагрузку преподавательской работы филолога филолога и в то же время то есть переводила кодексы законные юридические монографии из русского языка на китайский до сих пор мои переводы насчитывают больше 10 миллионов юроглифов и поэтому я должна доложить казахскому университету что я не проспала эти 30 лет я вообще посещала Россию больше 40 раз присутствовала в этих научных конференциях конгрессах читала лекции в российских вузах и конечно принимала в Пегине гостей из России всех этих юристов 7 лет назад российская федерация наградила наградила меня ваш президент вручил мне высокую награду российской федерации орден дружбы российской федерации федерации я обязана всеми этими наградами всеми своими достижениями славному казахскому университету мы китайцы всегда считаем верим что сношение кастарств кроются корнями в дружбе народов а дружба народа в их взаимопонимание я думаю я думаю мы должны часто почаще встречаться обмениваться мнениями организовать такие мероприятия как наша конференция когда президент российской федерации мне вручил орден дружбы я сказала что была есть и буду маленьким но надежным мостиком между нашими народами вообще и юристами в частности а вот одним из строителей этого мостика является казахский университет я пообещала президенту российской федерации премьеру российской федерации вообще всем россиянам я буду делать все для развития вековой дружбы между Россией Китаем и Россией буду век верна своему священному слову спасибо за внимание желаю всем всем всего доброго спасибо спасибо большое госпожа даюсю за добрые теплые слова адресованные в наш университет и за то что вы нас вернули на несколько лет назад в былую нашу молодость уважаемые коллеги мы постепенно от приветственной части нашего заседания переходим к пленарной я бы представил слово для доклада директора российской ассоциации электронных коммуникаций члену правления регионального общественного центра интернет-технологии члену общественного совета и айти совета при министерстве цифрового развития связи массовых коммуникаций российской федерации Сергею Александровичу Благодаренко пожалуйста большое спасибо получилось так что должность моя как раз таки заняла то время что я выходил из зала сюда на трибуну ну все просто на самом деле я возглавляю российскую ассоциацию электронных коммуникаций меня зовут Сергей Благодаренко я хотел бы поблагодарить руководство республики высшую школу всероссийский госуниверситет за то чтобы во первых пригласили то что вы почувствовали необходимость наполнить тем содержимым которое я сегодня представлю вашу пленарную часть потому что я видел программу там будет очень много интересного и достаточно глубинного из того что я скажу сейчас уважаемые коллеги модераторы вот скорректируйте меня сколько у меня есть времени на то чтобы я чувствовал себя хорошо я думаю что минут 20 у меня есть презентация у меня достаточно большая она посвящена тому что вынесена собственно в название сегодняшней конференции я постараюсь сделать некий обзор того как мы в нашей ассоциации в интернет отрасли видим становление регуляторики становление цифровой экономики ну во первых я представляю райок райок это ассоциация которая была создана в 2006 году сегодня объединяет около 150 членов это организации занимающиеся интернетом занимающиеся построением цифровой экономики у нас в ассоциации сильная экспертиза мы мониторим законопроекты законы мы проводим свои собственные крупнейшие мероприятия такие как российский трет форум премия рунета мы консолидируем отрасль мы стараемся выполнять функцию некого интерфейса между властью и отраслью насколько это получается почему это может быть достаточно сложным в существующей реалии я буду рассказывать в ходе своей презентации первый ее блок это история становления саморегулирования онлайн экономики в те времена когда понятие цифровая экономика еще не присутствовало надо отметить что системные наблюдения за развитием рунета онлайн экономики высоких технологий ведутся достаточно давно с 96 года когда был создан РАСИД региональный общественный центр интернет-технологии в 97 году прошел первый российский трет форум фактически появилась площадка которая начала объединять интернет-чиков в оффлайне и эти наблюдения продолжаются до наших дней новейших дней истории рунета когда происходит во-первых конвергенция всего что мы понимаем под онлайн экономикой высокими технологиями появление термина интернет плюс связанных с интернетом рынков и появление собственно термина цифровая экономика который в последние годы нас всех захлестнул исторический экскурс с 96 года как я уже сказал отрасль начала собираться начала себя самоидентифицировать в 2000-х годах были созданы ассоциации которые объединили тогда еще телеком и отрасль софтверные компании потому что онлайн как таковой был мал в 2006 году как я уже сказал была создана наша ассоциация сначала она была небольшой и фактически она была партнером РАЦИД того самого но уже к 2010 году РАЕК сильно укропнился и стал представлять интересы IT-отрасли на всех уровнях далее появились нишевые ассоциации которые объединяли уже игроков по отраслевому признаку медиакомбинационный союз ассоциация компьютерных технологий онлайн кинотеатров и так далее в 2014 году мы проводили большой важный форум который называется неделя российского интернета и впервые на таком серьезном уровне мы заявили о том что отрасль понимает куда хочет двигаться понимает как она хочет взаимодействовать с государством форум посетил Вячеслав Викторович Володин на форуме был создан институт развития интернета который в 2014 2015 2016 2017 годах занимался развитием термина исследованием термина интернет плюс и того как интернет влияет на связанные отрасли экономики был создан совет при спикере госдумы по загс сопровождению цифровой экономики я думаю что вы об этом все знаете и позже уже была создана цифровая экономика которая сегодня занимается планомерно реализацией формулированием реализации программы развития цифровой экономики в России почему мы считаем что мы все-таки отрасль какие у нас есть признаки этого ну во-первых нам почти 25 лет это много когда мы начинали всем этим заниматься отрасли было меньше 10 лет на нее смотрели очень так из-под лоби говорили ты чем занимаешься мышки в интернете считаешь ну хорошо продолжай считать а мы серьезным делом занимаемся сегодня конечно никто так не говорит 25 лет это все-таки четверть века но почему все-таки отрасль большая во-первых у нас есть свои собственные мероприятия на которых мы собираемся несколько раз в году которые собирают десятки под 100 тысяч в офлайне специалистов готовых обмениваться знаниями опытом это российский дред форум это форумы интернет плюс это выставки и это аналитические исследования мы умеем считать сколько нас какими темпами мы растем сколько денег мы зарабатываем и какой вклад в экономику России мы делаем у нас есть консолидатор в виде моей ассоциации которую я сегодня здесь представляю есть умение выстраивать межотраслевой диалог с теми кто занимается планомерно работает со стартапами с инфраструктурными вопросами с пользователями с телеком и медиа сегментом у нас есть своя собственная платформа на которой мы собираем пользователей она называется ронетайди где каждый человек может быть автоматизирован его знания накапливаются он может принимать участие в общей работе что касается опыта взаимодействия вот этой самой отрасли про которую я сейчас сказал с государством то мы видим его следующим образом вообще райк очень важно чтобы этот диалог был эффективен мы все годы на этом работаем но при этом особое внимание стараемся привлекать к вопросу саморегулирования показывать всегда что у отрасли есть достижения за эти 25 лет которые нам позволяют говорить что мы умеем саморегулироваться с момента своего появления рунет развивался в России свободно это отмечают все многие старожилы рунета до сих пор вспоминают 1999 год когда владимир путин тогда председатель правительства организовал первую встречу с интернет общественностью итогом которой фактически стал некий общественный договор и гарантии свободного развития интернет бизнеса в России которые не нарушались впоследствии и итогом стало зарождение уникальной российской онлайн экономики появление и занятие прочных позиций собственными национальными айти лидерами которые мы гордимся не во многих странах есть свои собственные игроки которые удерживают ниши по всем измеримым показателям у нас такие игроки есть предпосылки для этого конечно не только в 1999 году еще в прекрасном кадровом потенциале в том что у нас есть склонность к точным математическим наукам в навыках которые дает высшая школа этого никто не отрицает но все таки режим вот такого благоприятствования со стороны власти он сыграл определенную роль посмотрим как история развивалась дальше примерно с 2010 года мы начали серьезно заниматься консолидацией отрасли которая выросла и посчитала что такая консолидация ей нужна в 2011 году с нами встречался тогда президент Дмитрий Медведев который обсуждал как раз таки юридические подходы к регулированию авторских прав был инициатором ряда достаточно инновационных предложений на сегодняшний момент они также в отрасли обсуждаются 2011 год стал по мнению многих экспертов переломным тогда появилось осознание того что вот завтра уже нас начнут регулировать мы стали настолько большими что постоянно государство юристы оффлайн в поиске подходов того как с нами взаимодействовать в юридической плоскости и в конце 2012 года мы впервые озвучили то что нашей отрасли необходимо создавать такую концепцию начали формировать программу Рунет 2020 и предлагать ее государству в 2012 году и это один из главных аспектов которые интернет отрасль произносила все последние годы как некую такую скороговорку включилась эра регулирования интернета зачастую спорадического практически по всем важным направлениям появилось огромное количество законопроектов в период 2012-2016 годы которые вносились в Госдуму которые касались регулирования интернета или связанных сегментов и их количество неуклонно росло при этом отрасль постоянно привлекало внимание к тому что они имеют негативную экспертную оценку мы впервые в 2012 году начали проводить и теперь ежеквартально проводим опрос экспертов относительно того как они относятся к регуляторным усилиям государства субъектов права относительно того какие законы были внесены сколько их негативные позитивные нейтральные привлекались вы к обсуждению или нет этот большой проект который я уверен будет вам интересен он называется правовой IT-дайджест он доступен у нас на сайте его можно скачивать поквартально в общем это достаточно интересный продукт который показывает наши подходы но все мы понимаем что 14-15 годы были сложны было очень большое количество инициатив отрасли было тяжело как она тогда считала отбиваться от них в 16-м году на мой взгляд точка была поставлена 1 декабря 16-го года с посланием федеральному собранию российской федерации выступил президент Владимир Путин который впервые на таком уровне озвучил основные векторы развития и подходов государства к тому что такое цифровая экономика каким образом ее государство видит каким образом оно хотело бы развивать это был определенный момент очень важный после которого мы стали понимать что во-первых мы видны во-вторых предложен некий интерфейс по обсуждению того как государство будет помогать нашему развитию и нам был предложен некий диалог для того чтобы сделать свои предложения относительно того как мы видим себя в современном мире как мы видим себя по отношению к западным восточным коллегам что такое свободная конкуренция в эпоху информационных войн геополитики санкций и контрсанкций каким образом нам необходимо удерживать лидерство в собственной стране на собственной поляне в IT-сегменте можем ли мы думать о международной экспансии все эти вопросы мы стали обсуждать обсуждали их достаточно долго и у нас под это есть большой аналитический базис мы смотрим на цифровую экономику в ассоциации я сразу отмечу что этот подход отличается от ряда коллег которые под цифровой экономикой понимают другие вещи мы в рейке считаем что цифровая экономика это набор рынков в которых добавленная стоимость создается за счет информационных коммуникационных технологий ровно так и никак иначе мы научились делить всю вот такую цифровую экономику на 7 хабов и 10 срезов и каждый из них методично измеряем вдоль и поперек я поделюсь с вами основными цифрами цифровая экономика на сегодняшний момент составляет 2,1 по уточненным данным уже 2,4% от ВПР Российской Федерации еще одним важным достижением которое мы научились осознавать измерять является мобильная экономика она составляет 3,8% в сумме почти 5 триллионов рублей почти 5% от ВВП это то что мы называем чистой цифровой экономикой создаваемой бизнесом в нашей стране при этом термин интернет плюс то есть это те рынки которые связаны с интернетом мы оцениваем уже примерно в 25% то есть четвертая часть экономики России так или иначе связана с этими рынками предполагается что уже совсем скоро количество россиян имеющих доступ в интернет превысит 85% предполагается что это следующий слайд у нас сохранится тренд на то что наш мобильный интернет является одним из самых дешевых самых быстрых и кстати вот такой говорящий факт мобильная экономика которую мы научились измерять 11 по величине экономика России она уступает место сельскому хозяйству но уже сама по себе является больше чем весь ВВП такой страны как Белоруссия и половина ВВП Украины цифровая мобильная экономика у нас это достаточно серьезные достижения которым мы должны гордиться и всячески его поддерживать что касается истории регулирования интернет отрасли вот по этой второй части я хотел бы пройтись совсем тезисно совсем кратко потому что я увидел что в программе эти вопросы будут обсуждаться гораздо более серьезными профессионалами чем я я лишь отмечу что у нашей ассоциации все-таки объединяющей 150 ключевых игроков отрасли есть определенное предложение определенный подход к тому как мы видим такое развитие ну во-первых напомню что сегодня современное состояние регулирование регулируется такими законами как представлены на экране три главных о связи об информации информационных технологиях и о персональных данных они были созданы в 2003-2006 году вы многие об этом знаете и за это время они характеризовались огромным количеством изменений которые были внесены в эти законодательные акты после 2012 года о чем я сказал когда включилась та самая эпоха регулирования интернета и было привнесено большое количество противоречий в том числе в терминологию толкованию целого ряда ключевых понятий кроме того огромное количество нормативно-правовой массив регулирования в сфере связи не привносит порядка суда также ряд вопросов информационного коммуникационного права регулируется административным гражданским уголовным кодексами совершенно очевидно что в условиях бурного развития информации информационных технологий как в глобальном мире так и в нашей стране и их проникновение во все сферы деятельности госуправления бизнес общественная жизнь очень остро стоит вопрос о целесообразности вот такой классической парадигмы подхода к регулированию которая представлена на экране и вместо нее предлагается некая новая парадигма традиционная для телекоммуникационной области которую мы называем инфокоммуникационной комплексной парадигмой но она основана на том что вот весь хаос связи который показан на этом экране можно привести в порядок почему это происходит и какие есть предпосылки сегодня мы видим что происходит замещение традиционных сетей связи мультисервисными сетями на основе интернет технологии интернет здесь становится базисом резко увеличивается скорость передачи цифровой информации удешевляется ее использование обработка хранения передача не важно где тот кто передает информацию не важно где тот кто ее получает на сегодня этот вопрос уже не должен так пристально рассматриваться как это было раньше взрывной рост объемов создаваемой передаваемой цифровой информации мы видим как он растет превращение интернета в ключевую технологическую основу для развития коммерции и большинства бизнес-процессов во всем мире в то же время обострение коллизий между общественными интересами в сфере обеспечения свободы доступа к информации и коммерческими интересами обладателей прав на различные объекты интеллектуальной собственности и так далее появление новых технологий которых еще не было вчера это и облачные технологии интернет вещей бигдата все это говорит о том что появляются новые бизнес-процессы вместе с ними и угрозы и результатом регулирования и подходов к такому регулированию могла бы стать некая многоуровневая модель которую я уверен с коллегами мы сможем обсудить дальше она делится на 4 уровня есть еще нулевой базисный и в каждом из этих уровней может быть применен определенный подход к регуляторике который нужно перерабатывать пересматривать и это нужно обсуждать достаточно серьезно главный аспект который я хотел бы чтобы наверное закрепился у всех у нас в отношении нашей ассоциации к подходу регуляторики заключается в следующем сегодня российской федерации для того чтобы оставаться технологическим лидером страной в которой есть свои собственные сильные айти игроки страной в которой есть амбиции по международной экспансии необходимо уже вчера а сегодня точно перейти от сложившейся парадигмы регулирования которая носит характер запретительно-охранительной к парадигме инновационно-стимулирующей и мы готовы сформулировать огромное количество мер которые лежат в основе того чтобы это произошло тогда у нас будет светлое цифровое будущее тогда мы получим защищенные сети и защищенных пользователей тогда наши игроки смогут удерживать лидерство на наших рынках мы сможем говорить с нашими партнерами западными восточными о том что мы на равных условиях экспансируемся на международные рынки это все будет вытекать из того что мы с вами государство осознает необходимость такого перехода фазового сдвига и отрасль готова быть здесь помощником и конечно мы очень часто обсуждаем это на площадках республики Татарстан много лет назад когда еще строился инополис была сформулирована идея проведения здесь периодических российских интернет форумов которые проходят уже 4 года подряд на площадке инополиса мы очень дружны с вами считаем что некие географические такие вот образования в которых демонстрируются высокие достижения в области это вообще очень круто для России мы готовы сотрудничать содействовать обмениваться опытом и я уверен что для этого есть большое количество предпосылок и у нас все должно получиться но Россия она большая она сложная она разная поэтому говоря об этом мы конечно должны все время вспоминать о том что подходы должны быть федеральные программы федеральные и в существующих реалиях сложной геополитической обстановки нам нужно быть как никогда консолидированными нам нужно понимать к чему мы должны двигаться и ответ на этот вопрос к чему собственно говоря к стимулированию к инновациям которые должны быть в том числе отражены в законодательстве законодательство должно помогать нам а не коим образом не замедлять развитие цифровой экономики тогда у нас все получится я уверен что на конференции обсуждение пройдет ровно в таком ключе очень надеюсь на это и желаю вам всем успешных сессий и еще раз большое спасибо за приглашение меня сюда спасибо Сергей Александрович большое спасибо я надеюсь что вы примете активное участие на заседании соответствующего круглого стола и мы получим реальные предложения для наших законодателей я сейчас хотел бы предоставить слово доктору права профессору факультета права и администрации Варшавского университета господину Роберту Ястром Жевский пожалуйста господин профессор уважаемые дамы и господа сначала я хочу поблагодарить организаторам конференции за возможность выступить развитие современной администрации в Европе приходится в эпоху посвящения во время организации в это время организация и деятельность администрации основывались на научных представлениях что было связано с определенными философическими воззрениями преобладали такие преображения как рационализм эмпиризм либерализм физиократия или же принципы камерализма и истинного права в частности абсолютные монархи того времени претраяли в жизнь в жизнь концепции евдемонизма согласно которым целью государства является обеспечение счастья и богостояния подданных в связи с чем монарх считался первым услугой государства формирование польской администрации приходится на направление последнего короля первой речи посполитой Станислава Августа Понятовского в тот период были приведены реформы как центральной так и местной администрации стоит подчеркнуть что административные органы того времени как правило носили коллегиальный характер в развитии польской государственности важную роль сыграла Конститут 3 мая 1791 года в которую вошли новые положения о государственном устройстве изменения произошли в связи с образованием герцогства warsшавского в результате заключения царем Александром I и Наполеоном Бонапартом кризиского мира императур Франции в 1807 году в Дрездене даровал герцогству warsшавскому конституцию и также ввел административное управление по французскому образцу с единоличными административными органами административные нововведения заключались прежде всего в централизации ведомственном разделении иерархической структуры администрации и формировании профессионального корпуса чиновников территория герцогства warsшавского была разделена на департаменты управляемые префектом а в число центральных органов органов помимо совета министров вошел государственный совет поражение Наполеона Бонапарта привело и к заключению Венского трактата в 1815 году раздевшего полские земли в Пути до первой мировой войны между тремя государствами Австрии Пруссии и Россией административные реформы в российском государстве начатые Петром первым прадолженные главным образом в эпоху правления Екатерины Второй касались основном организации и деятельности правительствующего сената коллеги и местного управления с чем было связано создание губерний и уездов В России после вступления на трон Александра Первого начался новый этап государственных преобразований В 1802 году было создано восемь министерств вместо у президенных коллеги и число которых вошло и Министерство Юстиции Его первым министром в истории России и одновременно генерал-прокурором стал Гаврил Романович Дзержавин Помимо этого в рамках запланированных реформ в 1080 году был образован государственный совет как совещательный орган при императории Административно-территориальное деление российского государства на губернии во главе с губернаторами включая генерал-губернаторство во главе с генерал-губернаторами ведзённые Петром Первым и реформированные в эпоху правиления Екатерина Второй существенно не изменилось в этой административной системе особое положение занимало царство полское которое по конституции 1815 года было связано с Россией личной унией то есть русский императр одновременно являлся царем царства полского а оба государства объединяло только личность правителя в конституционный период 1815 и 1830 годах устройство царства полского регулировалось конституцией 1815 года дарованной царем Александром первому конституция гарантирула царству полскому отдельное правительство и представителем монарха являлся наместник глава административной власти первым наместником царства полского был генераў Юзеф Зайончик из французских системи сохранился государственный совет состоявший из общего собрания и административного совета административный совет состоял из наместника являющийся представителем пяти министров и лиц назначенных монарха организация таким образом администрация таки извините пожалуйста организованная таким образом действительности органов администрации то есть адказы 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 ад французских ведзени периода герцотства warsзавского царство польское было подзелено на војводство органом власти в војводстве была војводская комисия војводство делились на обводы после окончения русско-полской войны называемо најплском восстане цар Николай I в 1832 году даравај царству польско-мур органический статут заменивши конституцию 1815 года на практике это означало что на основании статута проходзила постепенная инкорпорация царства польско-во в российскую империю что влекло за собой ликвидацию его автономии особенна в области администрации в связи с этим в 1841 году был упраздзен государственный совет и две правительные комиссии а название воеводць и изменение на губерни обводов на уезды последовавши после кримской войны реформы в российском государстве коснулись также и царство польско-во и были связаны с Александром Вилополским исполнявшим функции начальника гражданского управления царства польско-во административные реформы касались прежде всего повторенного создания в 1861 году начало начало польско-во восстания в январе 1863 года завершила период реформ Александра Вилопольского вследствие подвеления восстания стали репрессии в области администрации и их целью была ликвидация институциональной автономии царства польско-во что повлекло за собой упраздзение правительственных комиссий последней упраздзенной в 1876 году комиссией была правительственная комиссия юстиции ликвидация комиссии была следствием распространения на территорию царства польско-во российского судебного законодательства и судопризодства в практике это означало устройство по российскому образцу при сохранении определенных особенностей из-за географического положения и этнического состава данной территории для этого были созданы специальные административные органы целью которых являлось более тесное слияние царства польско российским государства данные реформы были связаны также с крестьянской реформой приведенной по указу царя Александра II от 1864 года это был в 1863 году было разделено на 10 губерни в главе с губернаторами как представителями власти под начием которых на коллеги принципах действовали губернские правления губерни делились на уезды что не мало важно в царстве польском не было ведено территориальное самоуправление несмотря на то что в российском государстве оно существовало с 1864 году в форме губернских и уездных земств а с 1870 году существовало также городское самоуправление только в связи с отметой крепостной зависимости в царстве польском было ведено самоуправление в сельских гминах после вступления на трон царя Александра III отдельные правовые нормы для царства польского больше не принимались а на его территории принималось абсолютно российское законодательство кроме того в царстве полском до 1867 года действовали administratивные и компетентные суды созданные по французскому образцу в период герцогства warsзавского таким образом на вершине административной hierarchии находится российский императур правивший посредством органов центральной администрации в котором принадлежали правительствующие сенат созданный еще в эпоху Петра I государственный совет созданный в 1810 году по проекту Михаила Михайловича Спиранского как совещательный орган и министры изменения в центральной администрации произошли уже в 20 веке когда в 1905 году совет министров возглавил его председатель Петр Аркадьевич Стоупин российское правиление и а следовательно и действие российской администрации завершилось в 1915 году после занятия немецкими и австро-венгирскими войсками территории царства полского оккупированной во время первой мировой войны именно этими державами подведем итоги царство полское созданное в 1815 году с точки зрения административного устройства существенно отличалось от российской империи первоначально оба государства объединяло только личность правителя который был одновременно царем царства полского и импературом российской империи стоит отметить что на административное устройство царства полского а в конституционный период в Яне оказывали полские традиции государственности а также французские ведения эпохи герцогства warsзавского существенные изменения произошли после русско-полской войны а окончательное управление административной автономии царства полского наступило в эпоху правиления Александра второго после январского восстания тогда произошла унификация администрации царства полского по российскому образцу что интересный правовой status а также последовательное ограничение автономии царства полского в значительной мере напоминали устройство великого княжества финлянского включеного в состав России в 1889 году правителем которого был великий князь финлянский императур всероссийский реформы в российском государстве в XIX веке в частности административные были связаны с определенными политическими событиями к ним следует отнести прежде всего победу над Наполеоном Бонапартом крымскую войну и революцию 1905 года это события а также связанные с ними реформы несмотря на то что после 1864 года наступила вся большая унификация административной структуры царства польского с российским государством не распространялись на все области администрации политика российских властей не касалась всех административных реформ в частности на территории царства польского не проводились не проводили проводились реформа самоуправления из этого следует что царство польское в течение длительного периода с точки зрения административного устройства существенно отличалось от остальной территории российского государства и даже после создания варшавского генерал-губернаторства на все российские административные реформы проводившиеся в 19 веке были обязательными стоит отметить что несмотря на последовательную политику российских властей направленную на ликвидацию автономии царства польского эти земли отличались от других территорий российского государства ключевое значение имело отделение гражданское законодательство структура судебной системы и деятельности генеральной прокуратурой созданной в 1816 году для защиты государственной собственности и представления интересов государства и изменения в организации организации администрации и на территории центральных полских земель произошли только после первой мировой войны когда полское государство в 1918 году восстановило свою независимость большое спасибо база внимание спасибо большое пан профессор сейчас я хочу с удовольствием предоставить слово доктору филологических наук профессору Тихоокеанского государственного университета Ольге Николаевне Александровой Осокиной пожалуйста Ольге Николаевне Уважаемые коллеги я тоже готова присоединиться к словам благодарности организаторам этой конференции которые собрали под своим крылом так много людей так много представителей из разных регионов и зарубежья и нашей большой страны и я конечно с радостью готова предоставить свой материал для того чтобы отметить вот эти державинские чтения тема моего доклада поэтика национального пространства в водах Гавриила Романовича Державина в отечественном литературоведении изучение поэтики национальной самобытности в поэзии Державина имеет давнюю и устойчивую традицию еще в 1834 году Белинский писал о народности поэзии Державина которую видел не в подборе мужицких слов или подделке подлад песен и сказок но в сгибе ума русского в русском образе взгляда на вещи содержание образа национального пространства в поэзии Державина видится не только в создании картин природного и этнокультурного облика России 18 века но в формировании целостного ценностно-содержательного образа русской жизни это и узнаваемые реалистические фольклорно-мифологические картины русской природы и колоритные сцены русского усадебного быта и галерея героев отечества и система ценностей государственных семейных общечеловеческих и особенно вот эти тенденции заметны в позднем творчестве поэта и в своем докладе я представляю анализ вот этого образа национального пространства на примере одного недостаточно известного но достаточно замечательного произведения державина это ода обитель добрады написанная в 1808 году это произведение видится очень показательным для раскрытия ценностно-эстетических представлений поэта и удивительно что когда я выбирала тему для своего доклада я не связывала как бы вот с этим значительным таким событием с университетом а шла больше от державина и думала ну какое же мне взять произведение решила становиться на том что менее известно менее изучено ну вот выпал выбор на обитель добрады но когда я начала анализировать это произведение когда я начала как бы вникать в то кому это произведение посвящено то удивилась какой-то вот такой провиденческой силе свыше которая вот как-то каким-то образом мне предложила обратиться к этому тексту потому что произведение посвящено императрице Марии Федоровне матери Александра Первого вдове Павла Первого и вот как раз в воде императрица Мария Федоровна названа именем скаточной царицы Добрады сюжет стихотворения состоит в том что Мария Федоровна ожидает приезда из-за границы своей дочери Марии Павловны супруги великого герцога Саксен-Виурмарского Карла Фридриха встреча родных людей раскрывается от третьих лиц в диалогах мифических существ нимф которые незримо обитают среди людей и являются невидимыми свидетелями их земных радостей и горестей Образ Марии Федоровны воссоздан в своеобразной художественной манере Державина обозначена еще в знаменитой Фелице когда отдельными поэтическими штрихами воссоздается реалистический узнаваемый портрет С действительностью Марии Федоровны связывают развитие в России государственной благотворительности Ее попечением в 1802 году было организовано императорское человеколюбивое общество Первая государственная под покровительством императорской семьи организация деятельность которая была направлена на социальную поддержку малоимущим и ежегодный объем помощи превышал полтора миллиона рублей что по тем временам было очень внушительной суммой под попечительством общества создавались больницы дома презрения учебно-воспитательные заведения кроме того большое внимание Мария Федоровна уделяла женскому воспитанию и образованию в России основывала женские учебные заведения и можно предполагать что и этот университет был вдохновлен тоже матерью Марии Федоровны вдохновлен как бы идея своему сыну Мария Федоровна обладала незаурядным художественным талантом занималась росписью ювелирным мастерством она одна из первых женщин в России овладела токарным искусством в стихотворении добродетели Марии Федоровны воспеваются хорами хор сирот хор девиц хор вдов хор ремесел и рефреном проходят слова такие жизнь подданных приятно где так царствуют цари идея личных достоинств власть держащих одна из главных в поэтической и ценностной системе державина не менее яркой в русской и европейской культуре является и второй адресат стихотворения дочь Марии Федоровны и Павла I Мария Павловна Мария Павловна в возрасте 18 лет в 804 году стала супругой принца Саксен-Веймарского Карла Фридриха и сыграла выдающуюся роль в немецкой культуре под ее покровительством был создан знаменитый на всю Европу литературно-философский веймарский кружок объединивший писателей-романтиков Мария Павловна много сделала для поддержки Йенского университета создала в Веймаре музей писателей-романтиков ей посвящал стихи Шиллер а Гёте называл ее одной из выдающихся женщин своего времени и вот обращение к именам Марии Федоровны и Марии Павловны прославление их роли в культуре России и Европы вписывается в главную тему державинской поэзии человек на фоне своего времени и своих дел главной темой в произведении обитель Добрады является тема Родины Мария Павловна возвращается в Отечество после разлуки и вводит звучит вопрос не утрачена ли принцессой на чужбине память о Родине как на Отечество свое она глядит на мать на братьев сестр в беседах говорит своим ли языком тема возвращения на Родину в контексте данного стихотворения раскрывается как восстановление чувства родства со своей землей с людьми с воспоминаниями детства спросила ли о ком узнала ли друзей и те места где улыбалась ей младенческая душа в поэзии державина человек всегда показан и в своем личностном внутреннем пространстве и в государственном в данной оде также раскрывается эта личностная грань любовь матери и дочери рассказ о разлуке и встрече венциносной матери и дочери в поэтическом мире стихотворение сближается с мифологическим сюжетом о Диметрии и Персифоне весна цветит траву зимы исчезла мочь тебя к себе зову приди любезно дочь это как бы слова Марии Федоровны слова добрады проходящие рефреном приди любезно дочь ау-ау-ау напоминают фольклорный плач параллель с мифологическим сюжетом придает онтологическую значимость событию сближая расставание при жизни с вечной разлукой со смертью но в данном стихотворении разлука преодолевается встречей весна торжествует над зимой и жизненно смертью отдельными штрихами в воде обозначены черты религиозного миропонимания поэта как писал Михаил Михайлович Дунаев для Державина познание величия творца совершается через восхищение величием сотворенного мира Державин познает Бога через познание его отражения в творении русская интеллектуальная и духовная жизнь 18 века выстраивала неоднозначные отношения между традиционным православием и различными эстетическими философско-религиозными исканиями своего времени и тем не менее в поэзии Державина традиции православной русской культуры все же находят отражение проявляясь то бытовым элементом то лексикой то датами церковного календаря так например видится не случайным что в обители Добрады поэт использует по отношению к Марии Федоровне эпитеты благодатная и неблазная применяемые в православной гимнографии исключительно к Божьей Матери поэт знал о полемике между Синодом и Российской Академией Наук по поводу правомерности использования эпитетов в светском контексте и принял в сторону светской линии считая возможным уместное введение высокой лексии в поэзию применение богородичных эпитетов к Марии Федоровне не только являются оценочными по отношению к императрице но и служат духовному акцентированию общего тона произведения задают ценностное измерение стихотворение является одним из первых в литературе поэтическим изображением Павловского паркового ансамбля резиденции Марии Федоровны где после гибели Павла Первого она практически безвыездно находилась поэт рисует дворец который вдаль через дол с высот блестит из мрамора столпами водопад на реке Славянки шумящего доска с жемчужными струями сверкая сыплется в реку обозначены детали парковой архитектуры лошадного дизайна пейзаж стихотворения не только очерчивает конкретику детали паркового ансамбля Павловска но и воссоздает образ русской северо-западной природы читатель видит здесь тень лип и дубов под солнцем рощи как кидают длинну тень закат который горит на небе багряным золотом слышит вечерний рой насекомых узнаваемую картину русской природы дополняют образы птиц соловей и кукушка пение соловья изображенное в стихотворении в динамикой с передачей характера звука является ярким элементом в поэтической орнитологии русской поэзии громкий соловей отрывисто звучит за громом гром катит потом же утомясь свой тише тише глаз как бы степенно не спускает и сладостность теня в восторге умолкает соловей и кукушка имеют устойчивую семантику в русском фольклоре и литературе соловей связан с утверждением духовности свободы воспринимается как луч связывающий временное и вечное образ кукушки связан с культом предков с идеей связи мира живых и мертвых соловей и кукушка дополняя пейзажные картины в стихотворении одновременно несут и символическое значение обозначают две грани человеческой жизни одна связана с любовью рождением надеждами другая обозначает границу жизни и смерти таким образом ода обитель добрады является ярким примером поэтического стиля державина который как писал еще в начале 20 века ахенвальд наряду с воспеванием красочности предметного мира русского быта всегда поднимает свои взоры к небу и задумывается над последними тайнами человеческого бытия размышляет о великом и вечном образ национального пространства созданный здесь это художественная реальность целостная и ценностная картина мира что она включает в себя она объединяет частное бытие человека и его общественное положение семью и государство жизнь и смерть родную природу и родной язык религиозные традиции это обязательно чувство родины это память и это художественное мироощущение целостности человеческой жизни мы можем увидеть во всех значимых произведениях державина таких например как хрестоматийно известная Фелиция Снегирь Водопад Евгению Жизванская в каждом из которых по-своему раскрывается целостный образ национального мира России спасибо за внимание Огромное спасибо уважаемая Ольга Николаевна уважаемые участники и гости нашего форума на этом наше торжественное заседание подошло к завершению я должен пожелать всем нам плодотворной работы насыщенного профессионального общения и хороших результатов у всех у вас уважаемые коллеги на руках есть надеюсь программы если нет можно взять и я надеюсь что вы подберете для себя интересные круглые столы где примете активное участие большое всем спасибо векзор рахмат спасибо спасибо